Ту-ту-ту Сегодня мы рассмотрим продолжение данного сюжета. Чтобы не пропускать новые видео и не выходили чаще, подписывайся на канал, ставь лайк и жми колокольчик, а я пока вкратце расскажу, что было ранее. В Мидгаре мы познакомились с пяти основными игровыми персонажами этой игры. Cloud Strife, 21 год, главный герой серии Final Fantasy VII. Ранее был солдатом компании Шинера первого класса, но с недавних пор предал своё руководство и стал наёмником, выполняя различные боевые поручения за деньги. Отлично обращается с огромным двуручным мечом. Игра началась с одного из заданий, в котором принял участие Cloud, а именно подрыв первого реактора Мака города Мидгар в составе экотеррористической группировки Лавина. Баррет Уоллес, 35 лет, лидер Лавины. Здоровый, мускулистый, кинокожий мужик с протезом пушкой, встроенным вместо кисти правой руки. Довольно грубый в общении с незнакомыми людьми и предпочитает решать вопросы грубой силой, либо своим пулемётом. Но когда дело касается близких, готов пожертвовать собой и помочь им любым способом. У него есть четырёхлетняя дочь по имени Марлин, которая осталась в городе. Именно он нанял Cloud в Лавину по рекомендации Тифы. Тифа Локхард, 20 лет, подруга детства Cloud и член группировки Лавина. Хозяйка бара в трюшобах седьмого сектора города, в котором располагается тайный штаб экотеррористов, и который был разрушен вместе с самим сектором компании Шинра. В совершенстве владеет искусством ближнего боя и явно испытывает симпатию к главному герою. Айрис Гейнсбуро, 22 года, цветочница, которая присматривает за цветами, растущими в церкви трюшоб пятого сектора, а также выращивает эти цветы рядом со своим домом. Замечательно управляется с посохами и материей. Считается последней из древних, или Сетра, как их называют, расой людей, которые считались вымершими тысячи лет назад. Присоединяется к команде Cloud, пытаясь помочь им в их нелёгком деле. Как и Тифа, также явно симпатизирует главному герою, потому что он очень похож на парня, в которого она была влюблена несколько лет назад. И, наконец, Рэд-13. Существо, похожее на большого кота или собаку, с шерстью огненно-рыжего цвета и с горящим огнём на конце хвоста. Несмотря на свой вид, умеет говорить, как обычный человек. В бою использует свои клыки и когти. Как и Айрис, является последним представителем своего рода, и опять же, как и Айрис, был пленён компанией Шинра для изучения и опытов. Настоящее имя неизвестно. Рэд-13 – это кодовое название, которое дал ему Ходжо, учёный, который его исследовал. Номер 13 выбит на плече у Рэда, а один глаз на морде закрывает шрам неизвестного происхождения. Когда все герои совершили нападение на главный штаб Шинра в городе, чтобы спасти похищенную компанией Айрис, то он помог им и сбежал вместе с ними за пределы города. Итак, для более детального ознакомления повторно рекомендую ознакомиться с прошлой частью моей серии. Ну а мы... начинаем. Редактор субтитров А.Семкин Выбравшись за пределы города, у игрока наконец появляется возможность передвигаться по относительно открытому миру. Выглядит это, как Клауд в одиночестве бегает по пустым равнинам и может зайти в некоторые города. На деле же он передвигается вместе с выбранной ранее командой по большой местности, которую в то время более детально реализовать было затруднительно, да и в целом в сюжетном плане в этом не было необходимости. Видеть героя можно либо просто камеры сверху, либо немного позади персонажа с возможностью поворота камеры. Кроме этого можно включить карту, чтобы она была в углу экрана или почти во весь его размер. На карте можно увидеть, что из себя представляет вся планета мира Final Fantasy VII, а также указанные на ней красными точками важные поселения, которые можно посетить. Весь открытый мир является боевой зоной, то есть бегая по нему всегда можно столкнуться с противниками. При этом боевой экран зависит от местности, на которой находится Клауд на момент начала боя. В данном случае это могут быть обычные равнины, каменистая местность или пляж. Клауд с друзьями тем временем дошел до города под названием Калм, который находится не так далеко от Мидгара, где он договорился встретиться с другой группой. Пока все остальные ждут Клауда в гостинице, игроку предоставляется возможность ознакомиться с самим городом. Как и в большинстве следующих городов, здесь можно найти магазины с предметами, оружием, броней с аксессуарами и материей. Далее на магазинах заострять внимание не буду, так как с сюжетом это в целом не связано. За сняток мною в боевых сценах у героев может меняться из-за этого вооружения, но технически, по канону, скажем так, сюжета, используется ими именно оригинальное оружие, которое, кстати, нельзя продать в магазине. Пообщавшись с жителями города, можно узнать, что сейчас на слуху недавние действия лавины в Мидгаре, о том, как в главном городе Шинра недавно прошла серия взрывов. Обсуждают также и то, насколько плохи Шинра в целом, но ведь они дают людям энергию из мака, без которой люди уже не могут предоставить себе комфортную жизнь. Поэтому, может быть, они и не так плохи? Также ходят слухи о том, что, скорее всего, из-за кампании в последнее время вне города появляется слишком много монстров, да и вообще земля с воздухом портится из-за реакторов, что можно заметить в открытом мире. Некоторые упоминают, что видели человека в черном плаще с длинным мечом, а также рассказывают о метриловых шахтах, что пролегают через болото рядом. Итак, Клауд заходит в гостиницу, где остальные персонажи уже ждут его на втором этаже. Они просят рассказать его, кто же вообще такой Сефирот, как бывший солдат с ним познакомился и что вообще происходит. Дальнейшие события будут пересказаны очень детально, так как это одна из важнейших частей сюжета. Клауд начинает свой рассказ. Ему тогда было 16 лет. Он уже одет в форму солдата первого класса и едет в грузовике вместе с другими обычными солдатами, а также самым известным солдатом первого класса Сефиротом. Один из солдат пытается сдержать тошноту, так как его укачало, но Клауд не понимает, каково это, ведь он никогда такого не чувствовал. Сейчас сильно возбужден, потому что ему недавно дали новую материю, ему не терпится ее опробовать, и просит Сефирота объяснить цель их задания. Они едут в Нибелхейм, чтобы проверить старый реактор Шинера, который там установлен, так как горожане сообщают о том, что рядом с городом стало появляться слишком много опасных монстров. Клауд сообщает, что Нибелхейм это город, где он родился и вырос, как вдруг на грузовик нападает один из указанных монстров. Начинается бой с огромным драконом, но Сефирот с легкостью с ним расправляется всего за пару ударов. Его мощь невероятна, его сила в реальности даже несравнима с той, про которую рассказывают в историях про него по всему миру. Наконец, они прибывают ко входу в город. Сефирот спрашивает у Клауда, каково это оказаться в городе, в котором не был несколько лет. Ведь у него никогда не было родного города. Что же насчет родителей? Его мать звали Дженова, отец же... Сефирот засмеялся. О нем лучше не рассказывать. Клауд может попрактиковать с одним из солдат официальную стойку, у которого она неплохо получается, но тому не нравится эта стойка, и он вообще не хочет становиться одним из солдат, как сам Клауд. Но не суть. Клауд заходит в сам город и... ЙО, ПОГОДИ МИНУТУ! Внезапно прерывает рассказ Барретт. Сефирот назвал свою мать Дженовой, но ведь он помнит эту безголовую хрень из штаба Шинра. Че это значит? Но Тиф останавливает Барретта и просит Клауда продолжить рассказ, а задать свои вопросы задоровяк может попозже. В городе было тихо. Скорее всего, все попрятались по домам из-за монстров. Сефирот уходит в гостиницу, указав остальным получше отдохнуть, ведь завтра они отправляются к старому реактору в горах рядом с городом. И да, они могут навестить своих знакомых в городе, если хотят. Один из обычных солдатов нервничает, ведь никто не знает, когда могут показаться монстры рядом. Игрок же тем временем может изучить сам город. Появившийся рядом фотограф хочет устроить фотосессию великого Сефирота, другие ноу-нейм, солдаты его не интересуют. Однако он, как и другие жители города, вспоминает Клауда, ведь он вырос в этом городе, а уехал из него два года назад, чтобы стать солдатом. Клауд не помнит, заходил ли он в другие дома, но может зайти в свой родной дом. Его встречает мама. Добро пожаловать домой, Клауд. Ты выглядишь замечательно, ты так вырос, наверное, все девчонки за тобой бегают. Однако герой не особо идет на разговор, в котором он, видимо, не заинтересован. Ты хорошо кушаешь, Клауд? Клауд? Ты знаешь, Клауд? Не правда ли, Клауд? Я всегда буду твоей мамой. Главный герой не хочет больше продолжать историю на эту тему. Его мама погибла вскоре после этой встречи, но тогда была в полном порядке, как он говорит. Игрок также может зайти в дом Тифы, несмотря на ее вопросы в настоящем времени, действительно он тогда заходил в ее дом. В доме никого нет, но можно подняться на второй этаж и зайти в комнату самой Тифы, поиграть на ее пианино. После этого игроку дается возможность потыкать на клавиши пианино самостоятельно, и если сыграть ту же самую мелодию, что и Клауд, то он скажет, что где-то слышал ее раньше и может хорошо ее сыграть. В итоге, заходил ли игрок в другие дома или нет, Клауд идет в гостиницу. Там он может познакомиться с мастером боевых искусств о имени Занган. Он путешествует по миру, обучая детей рукопашному бою. В целом у него 128 учеников. В этом городе у него есть очень способная ученица по имени Тифа. Она будет очень сильным бойцом, сообщает он. В итоге, солдаты Шинера занимают весь второй этаж гостиницы, хоть там и не хватает одной кровати на всех. Перед сном Сефирот сообщает, что ему почему-то знаком этот город, а также, что он нанял имя гида, который приведет их через горы к реактору Мака. Он слышал, что она очень молода, но надеется, что все будет в порядке. Утром солдаты собираются в свой путь. Осталось дождаться этого гида. Тут прибегает сама Тифа, одетая в наряд, похожая на ковбойский, включая ковбойскую шляпку. Она и есть тот гид, которого нанял Сефирот. Он обещает ее отцу, что все будет в порядке, ведь с ней целых два классовых солдата в пути. Фотограф просит сделать фото солдат Стифы и, наконец, получает желаемое, пообещав позже выслать им копии фотографий, когда он их сделает. Старый реактор Мака расположен в холодных горах, рядом с Небельхеймом. Группа идет через них, но по пути мост, через который они пытались пройти, ломается. Все целы, но потеряли одного из обычных солдат. Хоть это и жестоко, но у них есть поставленная цель, которую они должны выполнить, поэтому все идут дальше. По пути можно еще несколько раз увидеть, насколько силен Сефирот, если подраться с врагами. Также можно посмотреть экипировку самого Сефирота через обычное меню. Великолепное снаряжение, материя полностью прокачана. Он действительно крут. Дойдя до одной из странных пещер, герой видит нечистую материю. Материю, которая вырешена в натуральном образом, то есть самой природой, а не через реактор. Если реакторы продолжат высасывать энергию планеты, то такое, скажем так, чудо света исчезнет. Тут Клауд решает уточнить у Сефирота, почему вообще, когда человек использует материю, то он также может использовать магию. Что удивляет Сефирота, как он вообще стал солдатом, не имея таких знаний. Знания и воли древних содержатся в материи. Любой, кто обладает этими знаниями, может свободно использовать силы Земли и планеты. Эти знания взаимодействуют между людьми и планетой, вызывая магию. Магия, мистические силы... Молвил Клауд, на что Сефирот рассмеялся. Он знает человека, который однажды сказал ему никогда не использовать такие ненаучные термины, как мистические силы или даже магия. Он до сих пор помнит, как зол был тот человек. Кто это был? Это был Ходжа. Неопытный мужчина, которому было поручено взять на себя работу великих ученых, сообщает Сефирот. Герой наконец доходит до реактора, и Сефирот с Клаудом заходят от него, оставляя на охране обычного солдата, которому поручено не пускать никого внутрь, включая Тифу, ведь зайти в реактор может только авторизованный персонал. «Так это ты должен хорошо меня охранять», – заявляет ему Тифа. Внутри реактора видно множество всяких цепей и больших крутящихся шестеренок. Проходя глубже в него, видно множество яйцеобразных капсул, среди которых есть закрытая дверь с большой надписью над ней. Дженова. Сефирот находит причину поломки и указывает Клауду закрутить один из вентилей. Сам же разглядывает стоящие рядом капсулы. «Теперь я понимаю, Ходжа. Но делая это, ты никогда не достигнешь того же уровня, что и профессор Гаст», – говорит он. Клауду же он сообщает, что вся система этих капсул конденсирует и замораживает энергию мака. Это обычно создает материю. Но Ходжа использует здесь эту систему по-другому. Сефирот предлагает Клауду заглянуть внутрь одной из этих капсул. «Чё это за хрень?» «Обычные солдаты – люди, которые обрабатываются с помощью мака», – объясняет Сефирот. «Ты отличаешься от других, но остаешься человеком. Те же, что в капсулах, были обработаны мака гораздо сильнее, чем любой из солдат. То есть Ходжа из Шинры создает этих монстров». Вдруг Сефирот хватается за голову и начинает думать «Нет, неужели я…» И тут же выхватывает свою длинную катану и начинает рубить все капсулы вокруг. «Неужели я был создан так же, как и они? Такой же, как эти монстры?» Ведь все создания в капсулах раньше тоже были людьми. Он с детства чувствовал, что он особенный, но ведь не настолько. Тут одна из капсул открывается, показывая одного из монстров в полный рост. «Я… человек…» «Тогда я не понял, что Сефирот имел в виду. Я был больше удивлен, что Шинра производит монстров», – говорит Клауд команде в гостинице города Калм. Чем больше Барретт узнает о Шинра, тем больше он их ненавидит. Кроме этого, вся эта история объясняет, почему в мире становится все больше и больше монстров. Клауд же продолжает свой рассказ. Сефирот закрылся в себе и ни с кем не разговаривал, даже с Клаудом. После чего вообще пропал. Через некоторое время его обнаружили в самом большом доме Нибилхейма, который принадлежал Шинра. Этот дом называли особняком Шинра, так как ранее в нем жили сотрудники компании. В последний раз Сефирота видели заходящим в одну из комнат этого особняка. Клауд обнаруживает в этой комнате потайную дверь, которая ведет глубоко под землю. Спустившись в нее, можно обнаружить одну дверь закрытой, за которой, кстати, игрок может увидеть какие-то гробы со скелетами. А за другой дверью находится некоторое подобие лаборатории с большой научной библиотекой, где и находится Сефирот, читающий здешние книги. Вероятно, первый организм был найден в биологическом слое 2000-летней давности. Профессор Гаст назвал этот организм Дженова. В неизвестную дату было подтверждено, что Дженова является древней. После этого был утвержден проект Дженова. Первый макореактор утвержден для использования. Мою мать звали Дженова. Проект Дженова. Неужели это просто совпадение? Профессор Гаст, почему ты ничего о ней не рассказал? Почему ты умер? Сефирот замирает в замешательстве и просит Клауда уйти. После этого он не выходил из особняка Шинра. Он продолжал читать все книги подземной лаборатории, словно одержимый, и свет в подвале ни разу не газ. Клауд и обычные солдаты все это время оставались в особняке, ведь Сефирот их командир. И вот в один день Клауд пошел в очередной раз навестить его. Охранник около тайного входа сообщает, что Сефирот выглядит другим. Наш герой спускается к нему. Он слышит смех Сефирота и подходит в центр библиотеки. Кто это? Спрашивает Сефирот. Предатель. Клауд не понимает. Несведущий предатель, говорю тебе. Сефирот начинает объяснять. Эта планета изначально принадлежала Сетра. Они были странствующей расой, которая мигрировала на эту планету и заселила ее, чтобы двигаться дальше. В конце их трудного дальнего пути они должны были найти землю обетованную, безграничное счастье. Но те, кому не нравилось это путешествие, оставили миграцию. Построили убежище и выбрали путь более легкой жизни. Они забрали то, что сделали Сетра и планета, не отдавая взамен ни капли. И это были предки ныне живущих на планете людей. Клауд все еще не понимает, о чем идет речь, но Сефирот продолжает. Давным-давно бедствие обрушилось на планету. Предки-люди сбежали. Они выжили, потому что скрывались. Планета была спасена жертвой Сетра. А после этого предки-людей продолжили размножаться. Теперь все, что осталось от Сетра, это отчеты этой библиотеки. Но какое отношение это имеет к тебе, не понимает Клауд. Древняя по имени Дженова была найдена в геологическом слое 2000-летней давности. Проект Дженова собирался создать людей с силами древних, или Сетра. И Сефирот тот, кто был создан этим проектом. Профессор Гаст, лидер проекта Дженова и гениальный ученый, создал его. «Но как он это сделал?» – вопрошает пораженный Клауд. Но в ответ он слышит «Отойди». «Я иду увидеть свою мать». Что происходит? Клауд выбегает из особняка за Сефиротом и видит, как его родной город горит в огне. В центре города среди трупов стоит Занган и просит Клауда о помощи, если тот еще не сошел с ума. Он вбегает в один из горящих домов, чтобы найти выживших и спасти их. Клауд же заходит в свой дом. Но живых там не находит. Вокруг одни горящие дома и трупы. Ужасно. Сефирот, это слишком ужасно. Клауд в отчаянии и не понимает, что делать. Как вдруг видит Сефирота, который убивает других горожан и уходит в огонь. Клауд следует за ним вплоть до старого реактора Мака. Внутри реактора он видит Тифу, которая склонилась над телом своего убитого отца. Папа! Сефирот? Это сделал Сефирот? Сефирот, солдаты, реакторы Мака, Шинра! Я всех их ненавижу! Кричит она, берет лежащую рядом длинную катану и убегает вглубь реактора. Клауд идет за ней. Сефирот стоит перед закрытой к женове дверью и просит ее открыть дверь, так как он хочет с ней повидаться. Снизу лестница Тифа кричит на него, не понимая, как он мог сделать все это с ее папой и другими жителями города. Она набрасывается на него, но... Ты обещал... Ты обещал, что придешь, когда я буду в опасности, пытается выговорить Тифа. Пока Клауд аккуратно переносит ее в сторону от лестницы, пытаясь уложить поудобнее. После этого герой бежит за Сефиротом. Давай вместе вернем себе планету, говорит Сефирот в странной конструкции в форме женщины. Давай отправимся к земле обетованной. Сзади появляется Клауд. Какого черта Сефирот наделал с его семьей и его городом, упрошает он. В ответ Сефирот лишь снова смеется. Предатели снова здесь. С великой силой, знаниями и магией Дженовы, она должна была править этой планетой. Но они... Эти никчемные существа... Украли планету у матери. Но теперь я здесь, с тобой. Так что не волнуйся. Клауд в ярости. Сефирот забрал у него все близкое, что у него было. Что насчет его печали? Она такая же, как у Сефирота. Но тот не понимает, о какой печали идет речь. Ведь он избранный. Избранный, который будет править этой планетой. Он призван забрать планету тубых людей для Сетра. Зачем ему грустить? Сефирот. Я доверял тебе. Нет. Ты не тот Сефирот, которого я знал. Клауд поднимает свой меч. И это конец истории. В смысле, не понимает Барретт, что же было дальше? Но Клауд не помнит. Учитывая разницу в его с Сефиротом навыках, он никак не мог его убить. Хотя официальные отчеты в газетах сообщали о смерти Сефирота, но ведь эти газеты печатали Шинера, значит им не стоит верить. Теперь же Клауд хочет узнать правду. Узнать, что тогда произошло. Почему Сефирот его не убил? Тифа тоже выжила. Многое непонятно. Дженову переправили из Небелхейма в Мидгар. Но ведь она пропала оттуда, когда герои сбегали из штаба. Получается, ее забрал Сефирот? Барретт ничего не понимает, он не хочет думать. Он просто шел, идет и будет идти дальше. После чего убегает со второго этажа гостиницы. Тифа интересуется у Клауда, что было с ней после этих событий. Клауд помнит лишь, что она была очень сильно ранена. Ему было очень грустно из-за этого. Ни он, ни она не помнит, что было в ближайшее время после тех событий. Айрис теперь еще больше хочет узнать, как она связана с древними, с Этером и теперь еще и с Сефиротом. И они идут вслед за Барреттом. Какая очаровательная история, замечает Ред-13. Мы прошли через еще один крупный сюжетный кусок данной игры. Опять же, он слишком сильно детализирован, как я и буду делать в дальнейшем в такие моменты, так как, на мой взгляд, нужно более подробное описание подробных событий, чтобы вы лучше понимали всю крутость общего сюжета. Продолжаем. Клауд натыкается на Барретта, который ждет его на первом этаже гостиницы Калма. Тот дает ему PHS. По сути, обычный сотовый телефон. Благодаря этой штуке, игрок теперь в любое время в открытом мире, либо на точках сохранения, может связаться с другими членами отряда, чтобы произвести изменения в своей группе. Клауд всегда будет героем, которого нельзя убрать, остальные же два героя могут быть добавлены на выбор игрока. В своих видео далее я буду упоминать текущий выбранный отряд Клауда, как Клауд и его команда, друзья, товарищи и так далее. Несмотря на то, кто будет стоять рядом с Клаудом в самом видосе, так как на глобальный сюжет это не влияет и могут быть лишь добавлены некоторые дополнительные фразы от этих членов отряда, самые важные из которых я обязательно постараюсь упомянуть. На выходе из города один из жителей сообщает Клауду, что он только что видел, как какой-то мужик в черном плаще ушел в сторону болот, за которыми расположены метриловые шахты, упомянутые ранее. У этого парня был здоровенный страшный меч. Судя по всему, это был Сефирот и наши герои спешат за ним. Путь к пещере метриловых шахт лежит через болото, как я говорил до этого. Подойдя к ним, можно заметить какую-то странную тень в форме член... Ммм... В форме какой-то змеи, которая ползает по всем болотам. Если попытаться пересечь болото на своих двоих, то эта тень сразу же направится в сторону героев и начнется бой. Это реально огромная змея, которая представляет из себя сильную опасность. На текущем этапе развития героев победить ее не представляется возможным. Можно, конечно, потратить огромную кучу времени на прокачку персонажей, но делать это не обязательно, потому что займет это очень, очень, очень много времени. Также можно уловить момент и все-таки обижать эту змеюку, если она как-то забагается и не успеет догнать героев, но это тоже удается с очень маленькой вероятностью. По сути, героям не остается ничего, кроме как зайти на ферму неподалеку. Ферма Чокоба. Об этих огромных цыплятах я рассказывал в прошлой серии. Здесь же их можно видеть более детально. Чокоба – это дикие животные, которые в этом мире используют в качестве ездовых, и в основном их разводят именно на этой ферме. Если попытаться поговорить со здешними Чокоба и посмотреть на их танец, то они внезапно подарят героям первую в игре материю призыва. О сути всей материи, в том числе и призыва, я рассказывал опять же в прошлой серии. Теперь же мы будем смотреть на то, как выглядит сама атака подобной материи сразу после ее получения. Полученная материя Чокомок позволяет призывать на поле боя существо по имени Мок, которое сидит на Чокоба. Вместе они врезаются в толпу врагов, нанося ему урон воздухом. Довольно значительный на текущий момент игры. Внутри домов фермы можно познакомиться с главным фермером – Чокобиллом, который объясняет, что обогнать змею на болотах можно как раз с помощью его Чокоба и отправлять для покупки Чокоба к своему внуку Чокобилле. Когда герои заходят в стойло, им сообщают, что дача их покинула, и сейчас в продаже Чокоба нет. Но их можно поймать. Для этого им нужна материя, приманка Чокоба, а также специальная трава, которую эти птицы так любят. Материю им подарят бесплатно, траву же надо купить за гели. Чтобы поймать Чокоба, необходимо надеть эту специальную материю и бегать по следам птиц в открытом мире. Тогда, когда на игрока нападет противник, то скорее всего среди врагов будет и сам Чокоба. Сопровождаться бой будет специальной музыкой. Чокоба – очень дружелюбные животные, и сбегут сразу же, как только увидят, что кто-то нанес кому-то урон. Поэтому ему нужно сразу кинуть его любимую траву и убить всех противников рядом с ним, пока он увлечен травой. Хе-хе, как бы странно это ни звучало. После убийства всех противников, Клауд окажется на Чокоба. Пока он на нем, он передвигается значительно быстрее и избегает боев. Но если с птицей слезть, то она убежит. Их можно ловить по всему миру на указанных раненых следах, чтобы было проще передвигаться по открытому миру. В общем, сидя на Чокоба, теперь можно с легкостью оббежать змею и подойти к самой пещере. Перед входом герои видят, как такая же огромная змея насажена прямо на верхушку дерева. Это явно сделал Сефирот. Насколько же он силен? Внутри пещер герои внезапно встречают турка по имени Руд. О том, кто такие турки, я рассказывал в прошлой серии. Кроме Руда, героем представляется новый член турков, Гелена. Она новичок в организации, которую приняли в группировку из-за того, что Клауд, Барретт и Тифа не так давно сильно избили турка Рена в Мидгаре, и ему потребовалась замена. Айрис сейчас их не интересует, им необходимо узнать, куда направляется Сефирот, и попытаться остановить команду Клауду на каждом шагу. Тут Елена понимает, что говорит лишнее, о чем ей напоминает появившийся рядом Ценг. Ведь не нужно рассказывать о своих приказах врагам. Ценг требует исполнения своих указаний от Руда и Елены, на что она отвечает, что они сейчас с Рудом идут за Сефиротом, который направляется в порт Юнон. Поняв, что она опять сболтнула лишнего, Елена убегает, а Руд передает Клауду слова Рена, который хочет отомстить за нанесенные ранее раны, когда выздоровеет. Если в команде находится Айрис, то Ценг поздоровается с ней и пожелает удачи, что странно от него слышать, однако попросит держаться от Шинра подальше. Выйдя из пещеры, герои могут увидеть большую вышку на горной местности, которая называется Форт Кондор. Кондором он называется, потому что на ее вершине сидит огромная птица с таким названием. Заходить в форт не обязательно, но если зайти, то можно узнать, что местные жители воюют с Шинра и подвигаются частым атакам с их стороны. Также они просят команду Клауда им помочь. Войска Шинра нападают на форт, так как им нужен местный горный реактор, а для этого им нужно убить Кондора, который охраняет недавно отложенное яйцо. Согласившись на помощь, можно спонсировать защиту форта. После каждого сюжетного момента, пройденного игроком, Шинра совершает нападение на форт. Жители форта могут отбиться от войск Шинра самостоятельно, если у них будут деньги, на которые они могут нанять себе воинов. Им требуется около 5000 гилей на каждый такой бой. Либо же Клауд может лично принять участие в каждом таком бою. Сражение представляет из себя мини-игру в виде некой стратегии, где сначала нужно нанять и расставить по карте воинов, после чего раздавать им указания, куда идти, кого бить и так далее. Если все вражеские противники на карте будут убиты, то игрок победит. При этом враги не бесконечны, и под конец боя всегда выходит генерал вражеской армии, который является самым сильным, и если убить его нанятыми воинами, то игрок также победит. Если же враги дойдут до вышки, то команде Клауда придется разобраться с ними самостоятельно через обычный бой. Но, как я сообщил ранее, эти все действия необязательны. Герои идут дальше в сторону Юнона, и по пути можно пройти через леса. И тут мы снова немного отвлечемся на побочное событие, которое на самом деле является весьма важной сюжетной деталью для истории всей компиляции Final Fantasy VII, как бы странно это ни звучало. Зона леса может встречаться по всей игровой карте. Эти зоны также являются боевой областью, где на игрока могут напасть враги. Но на текущий момент иногда, кроме монстров, в лесу на игрока может напасть странная девочка-ниндзя, которая атакует их с помощью бумеранга. Попятив ее, она не умирает, как обычные монстры, а падает на землю. С ней можно поговорить. Она не может поверить, что проиграла, но требует продолжения боя, а также начинает усмехаться над героями, считая, что они испугались. Если ее игнорировать, то она решит сбежать, и тут ее можно попросить подождать. Она сама решит, что ее хотят взять в команду Клауда, ведь она так хороша в бою, и ее помощь им может пригодиться. И она готова пойти с ними. Но как же ее зовут? Ее зовут Юфи. Юфи Кизар... Чё? Эээ... Чё? В общем, девочке-ниндзя не понравился заданный вопрос, и она сбежала, украв у героев частик денег. Суть в том, что она является секретным игровым персонажем, и чтобы взять ее в команду, необходимо верно провести весь диалог. Если это не удастся с первого раза, то ее можно будет снова найти в лесу, снова обезвредить, и снова поговорить. Если в итоге сказать ей поторапливаться, когда она будет готова присоединиться к команде, то она представится сама. Итак, ее зовут Юфи. Юфи Кисараги. 16 лет. Девочка-ниндзя из далекого города Вутай. Владеет оружием дальнего боя, огромным сюрикеном, который использует как бумеранг. Далее я буду вести рассказ с учетом того, что Юфи присоединилась к команде Клауда до его прихода в порт Юнон. Фактически, если ее в команде нет, то глобальный сюжет не меняется, но есть некоторые моменты, которые возможны только с данным персонажем в команде. Герой наконец доходит до порта Юнон. Особенно выделяется этот порт наличием огромной пушки, которая на нем установлена и смотрит в сторону другого материка. Клауд с товарищами заходят в городок, расположенный перед входом в порт. Этот городок находится под более крупным городом для более богатых жителей и сотрудников компании Шинера. По сути, он похож на трещобы под плитами города Мидгар, но еще не такой захламленный. В городе можно пообщаться с горожанами, которые жалуются на Шинера, а в лифт, который ведет на верхний город и к самому порту, не попасть, так как он охраняется. Не зная, куда идти дальше, Клауд выходит на берег, где видит, как девочка играет с дельфином. Она называет его Мистером Дельфином и пытается научить его говорить ее имя. Присцилла. Тут она замечает Клауду с его друзьями и интересуется, являются ли они сотрудниками Шинера. Получив отрицательный ответ, она все равно им не верит, как вдруг к дельфину выплывает какой-то здоровенный угарь, видимо, чтобы сожрать, а девочка бежит ему на помощь, но падает в воду. Клауд нападает на очередного игрового босса. Прибив его, они выносят Присциллу из воды на берег, но она не дышит. В этот момент к ним прибегает старик и просит помочь им его внучке. Клауду нужно сделать ей искусственное дыхание рот в рот. Несмотря на его смущение, ведь она девочка, он вдыхает в нее воздух раз за разом, и вот, наконец, она приходит в себя. Старик берет ее на руки и уносит к себе домой. Жители городка уже узнали о произошедшем, и одна из женщин приглашает героев к себе домой и предлагает им переночевать. Чувствуйте себя как дома. Это напомнило мне. «Снова ты?» спрашивает Клауд у голоса в своей голове. «Кто ты?» Скоро ты узнаешь, что более важно. Пять лет назад. Пять лет назад? Нибблхейм? Когда ты отправился в горы Нибблхейма, Тифа была твоим гидом, так? Да, удивила меня. Но где Тифа была до этого? Без понятия. Это был хороший шанс для вас двоих снова увидеть друг друга. Ты прав. Почему вы не видели друг друга наедине? Я не знаю, я не помню этого. Почему бы тебе не спросить об этом Тифу? Да. Тогда вставай. Клауда будет Тифа. Проснувшись, он тут же спрашивает у неё, где та была, когда Сифирот и он только вернулись с Нибблхейм. Они виделись друг с другом, но уже на следующий день, перед отправкой в горы. Но Тифа уже не помнит, ведь это было пять лет назад. В это время снаружи происходит что-то странное. В городе над ними играет громкая музыка, которая раздражает некоторых из команды Клауда, которые собрались в городе. Из дома рядом выходит Присцилла, которая пришла в себя. Она благодарит Клауду за спасение и извиняется, что приняла их за сотрудников Шиннера изначально. В качестве благодарности она дарит Клауду свой, как она говорит, амулет. Им оказывается вторая материя призыва в игре Шива. Эта материя призывает саму Шиву, которая наносит всем противникам урон стихии льда. Но что происходит в верхнем городе? Присцилла слышала, что там сейчас репетирует прием нового президента Шиннера, то есть Руфуса. Присцилла сообщает, как сильно ненавидит компанию Шиннера, ведь по рассказам ее дедушки с бабушкой, раньше здесь был прекрасный пляж. Но когда компания построила этот верхний город, солнце для города стало закрытым и вода стала высыхать. Но что Руфус тут делает? Неужели Сифирот уже пересек океан? И разве Клауд не покончил с Руфусом ранее? Удивляется Рэд-13. Они думают, как им забраться в верхний город. Может быть, просто залезть по башне рядом с пляжем? Думает Баррит. Но на это Присцилла сообщает им, что этого делать нельзя, так как под башню подается высокое напряжение, и таким образом попасть в верхний город не получится. Но, возможно, есть другой способ, которым им может помочь Мистер Дельфин. Все, кроме главного героя, решают, что раз в этом деле участвует высокое напряжение, то лучше им заняться Клауду. Делать нечего, и герой выходит на берег Присцилля. Та показывает, как хорошо надрессировала Мистера Дельфина, который по команде с Вестком может выпрыгивать из воды на огромную высоту. Так он сможет подбросить Клауду прямо до балки на вышке, которая расположена над сетями высокого напряжения. Она дает свисток Клауду, а подошедший Баррит забирает у него телефон, чтобы тот не сломался от воды. Клауд ныряет в воду. Выбрав правильное расположение для прыжка, он вызывает Дельфина и попадает на нужную балку, после чего забирается в верхний город, попав на взлетную площадку, где привязан якорем огромный диржабль. Задяло внутреннее помещение, он сразу натыкается на обычный солдат и офицера, который принимает его за такого же солдата и ругается, что тот еще не в форме, который заставляет его надеть. К счастью для героя, один из шкафчиков раздевалки и не заперт, и там по случайности как раз есть форма его размера, которую тот не надевает. Рояль в кустах. После этого офицер проверяет, готов ли Клауд к парадному маршу в честь Руфуса, подготовка к которому уже закончилась и он вскоре должен начаться. Другие два охранника вызываются помочь и обучают игрока нужную кнопку. В итоге они спешат на сам парад, так как сообщают, что новый президент уже прибыл в город. Но из-за этой тренировки для Клауда они опоздали на парад. Один из солдат предлагает срезать путь через дома и влезть в незанятые места строя. Начинается небольшая мини-игра, где под взглядами камеры прямой трансляции телевидения герой должен незаметно влезть в марширующий строй и пройти марш по изученным правилам. В зависимости от действий игрока рейтинги телеканала могут подняться или упасть, и в зависимости от этого рейтинга герои могут направить ту или иную награду. Вне зависимости от этого Клауд с солдатами доходят до нужного места вовремя и встают в строй перед Руфусом, который в это время обсуждается описано в прошлой серии главой общественной безопасности Хейдеггером, что случилось с Держаблем. Тот, говоря и смеясь, как обычно, сообщает, что Держабль дальних полетов все еще подготавливается и воспользоваться им нельзя, как и авиационными силами. Подготовка будет завершена примерно через три дня. Руфус злится и требует Хейдеггера прекратить свой тупой лошадиный смех, ведь все изменилось с тех пор, как его отец Шинера умер. После этого он требует подготовить к отправке обычный корабль и они уезжают на большом лифте к причалу. Оставшиеся солдаты разочарованы тем, какой раздраженный стал Хейдеггер после прихода Руфуса, ведь теперь часто их избивает, когда тот его отчитывает, а также упоминает, что в городе был замечен человек в черном плаще. Он появился два или три дня назад и уже убил нескольких солдат, но его все еще не могут найти. Входят слухи, что это был сам Сефирот. Офицеры распускают солдат, но один из них требует от Клауда более усердных тренировок и уводит обратно в раздевалку. Там он с двумя другими солдатами, как и раньше, обучает Клауда, или точнее, игрока, какие движения нужно совершать, какие кнопки нужно нажимать, по команде в предыдущем завершении парада. После этого офицер требует от Клауда придумать для них специальную завершающую дневную позу, ведь на сегодня они ее еще не придумали. Недолго подумав, Клауд показывает свою обычную победную стойку. Она всем нравится, и солдаты бегут в сторону причала, чтобы завершить свою часть парада перед отбывающим Руфусом. Побежав за ними, можно отвечать на некоторые второстепенные действия, например, походить по здешним магазинам или узнать, что турк Рут играет в покер в одном из здешних баров. В другом же баре можно встретить других известных нам турков Ценка и Елену Ирена, который уже извлечился от доставленных команды Клауда увечей ранее. Также в одном из домов можно встретить неодетого солдата, который явно огорчен тем, что его не разбудили перед парадом, да еще и форму украли. Кто бы мог украсть его форму? Интересно. Наконец, Клауд доходит до входа в грузовой отсек корабля и выстраивается с другими солдатами в ряд, чтобы продемонстрировать свои парадные движения президенту, дабы улучшить его настроение. Начинается очередная мини-игра, в которой нужно своевременно совершать нужные движения. Если у президента настроение будет хорошим после этого, то Хэдеггер передаст для него специальный подарок. В моем случае это громадный двуручный меч, что в сюжет не вписывается, но он несут. В это время на фоне можно увидеть охранника к выходу из данного ангара, а также уже прячущегося в грузовом отсеке корабля Рэда-13. Раз прошел слух, что Сифирот здесь, то Клауд с его друзьями здесь тоже скоро появятся, говорит Руфус Хэдеггер. На что тот обещает разбить их, как только их обнаружат? Руфус снова затыкает его смех, и они уходят на корабль. Солдаты же делятся с Клаудом информацией, что Хэдеггер в последнее время особенно сильно бесится, так как ученый Ходжи исчез, оставив письмо с заявлением об отставке. Тут офицер приказывает солдатам в строю разойтись, охранник, стоявший на фоне внезапно ловкими прыжками запрыгивает на корабль, и все расходятся. Корабль собирается отплыть, и Клауд тоже заходит на него. Мы проплывем через океан на другой континент. Даже если мы одеты в униформу Шинра, думает про себя Клауд. Общаясь с моряками и солдатами на корабле, можно узнать среди них наших союзников. В грузовом отсеке замаскированная под моряка Юфи пытается справиться с морской болезнью. Клауд может дать ей транквилизатор, если он у него есть, чтобы той было проще перенести эту напасть. Там же рядом стоит Айрис, замаскированная под солдата. Они обсуждают, насколько здоровенным был держабль в порту Юнана, и Клауд может пообещать ей как-нибудь прокатить ее на нем. В машинное отделение Клауда не пускает охранник, и тот идет на палубу. Там на наблюдательной вышке можно встретить Тифу, одетую под охранника, которую бесит эта форма и все, что связано с войной. Клауд может выбрать, что ответить на ее желание, чтобы все связанное с войной в этом мире исчезло. Один из обычных солдатов сообщает, что они уже скоро доберутся до круизного города под названием Коста Дэл Сол. А недалеко от него пританцовывает, скажем так, другой странный солдат. Он еле держится на ногах, а из-под штанопа у него торчит хвост. 13. Он считает, что у него неплохо выходит притворяться человеком. Вроде всех нашли. Хотя стоп, где же самый крупный член команды? Айрис надеется, что Барретт не надел ничего глупого, и в итоге Клауд находит весьма забавно смотрящегося моряка рядом с капитанским мостиком. Барретт видит так близко к себе Руфуса и Хейдеггера рядом с тобой. Как вообще этот Хейдеггер может постоянно так смеяться? Ведь не так давно из-за него Бигс, Ведж и Джесси погибли. Барретт уже не может сдерживать себя от злости и хочет покончить с ними здесь и сейчас, но тут на корабле поднимается тревога. Обнаружен посторонний на корабле. Всем приказывают обыскать корабль. Неужели кого-то из наших обнаружили? Клауд с Барреттом бегут на полобу, но всех командов сбора. Никого из них не нашли. Неужели обнаружили Сефирота? Выбрав к себе в команду других членов группы, Клауд бежит с ними в грузовой отсек. Там уже лежит несколько убитых сотрудников Шинры, один из которых сообщает, что подозрительная личность зашла в машинное отделение. Даже не так. Это не человек. Эта штука не может быть человеком. Клауд с командой идёт туда. Там лежит ещё несколько трупов, а у двигателя корабля стоит офицер. Это замаскированный Сефирот? Нет, он мёртв. После долгого сна, раздаётся голос. Время. Время пришло. Каким-то образом прямо из пола поднимается сам Сефирот. Он действительно жив. Он не реагирует на вопросы Клауду о том, что с ним произошло и что он собирается делать. Внезапно взлетает и улетает из отделения сбрасывая на героя в какое-то щупальце, которое трансформируется в полноценного босса. Босс называется Дженово Рождение и он лишь отдалённо напоминает оригинальную Дженову, которую мы видели во флэшбеке Клауду, показанном в начале этого видоса. После победы над боссом на его месте остаётся то самое щупальце, которое Клауд называет рукой Дженовы. Получается, что Сефирот использовал кусок тела, скажем так, своей матери, чтобы попытаться убить героев. Рука исчезает, а Клауд понимает, что Сефирот действительно жив. Его товарищи просят вкратце объяснить суть происходящего. Получается так. Сефирот ушёл искать землю обетованную, чтобы он смог стать правителем планеты. Это было 5 лет назад. Затем не так давно Сефирот вернулся и убил президента Шиннера. И теперь все из нас видели живого Сефирота, который нес с собой Дженову. Это всё, что понимает Клауду на текущий момент. Прибытие в Док Косте Делсоу. Они будут там через 5 минут. Героям снова нужно спрятаться, но перед этим Клауд может собрать третью материю призыва, которую, видимо, обронил Сефирот, когда улетал. С её помощью можно призывать существо под названием Ифрит, которое наносит врагам урон от огня. Сефирот жив. Земля обетованная. Она действительно существует? Задается вопросом Клауд, после чего уходит из машинного отделения. И вместе с ним уйду и я с данной части моего повествования по сюжету Final Fantasy VII, так как она подошла к концу. В этот раз мы изучили очередной кусок сюжета данных событий. Дальше события будут ещё интереснее разворачиваться, они будут ещё быстрее. Вот. Поэтому, если не хочешь пропустить новое видео, то обязательно подпишись, нажми на лайк и на колокольчик под видео, чтобы не пропускать новых видосов. А на этой серии я с вами прощаюсь. Все, кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, смотрите дальше, комментируйте, смотрите другие плейлисты, жамкайте на колокольчик под видео и не пропускайте новых видосов. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...